Здравствуйте! Сегодня исполнилось ровно 15 лет с того момента, как я приехала в Испанию. В принципе, мой первый опыт съемки видео и, скажем так, это даже мой дневник воспоминавших, скажем так. Надеюсь, что мой опыт кому-то пригодится и мне просто хотелось бы поделиться с моим опытом. Если будут, конечно, сто процентов будут люди, которым не нравится или не согласны, но это мой личный опыт и у других людей, конечно, может быть другой опыт и, скорее всего, так оно и будет. В первом видео мне хотелось бы рассказать, в принципе, о том, как поменялась Испания за последние 15 лет. С того момента, как я ее первый раз увидела и до сегодняшнего дня. Ну, первое, что меня поразило, когда я ступила на Испанскую землю, скажем так, это курение. И причем курение в огромных-огромных количествах и везде, 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 везде. Я сама курильщица со стажем, причем с очень большим стажем. И меня просто поразило, что люди курили везде, 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 причем настолько везде, что даже в таких местах, как, например, поликлиника, на приеме у врача. Даже мне вот рассказывала моя знакомая, испанка, которой уже 50, не, уже 60, наверное, лет. Когда она пришла на прием к гинекологу, беременная, он ей предложил перекурить. В принципе, даже вот эта вот ситуация сама по себе в других странах, я так думаю, что была бы немыслима. Но в Испании это было нормально. Здесь народ курил в супермаркете, выбирая продукты. Курилось везде. До введения закона о том, что в общественных местах нельзя курить, в том числе в барах. Причем барам давалось, по крайней мере, выбор. Бар мог декларироваться как для курильщиков, так и не для курильщиков. И, естественно, все бары продекларировали, записались, что это бар для курильщиков. Ну и народ, ну, по крайней мере, в поликлиниках и в супермаркетах перестали курить. Правда, недолго длилось, как говорится, это вся Катавасия. Мне кажется, там был такой пункт, что бары с маленькой площадью, я не помню, какой конкретно, они могли выбрать, быть баром для курильщиков или не для курильщиков. Но бары с большой площадью должны были разделить свое помещение на две части. Одну предоставить курильщикам, другую не курильщикам. И вот многие бары влезли в огромные кредиты, чтобы разделить вот этот бар пополам. И через год вводят другой закон, что вообще нигде курить нельзя, кроме как на улице. И, в принципе, вот с этого прекрасного времени в барах не курят, что мне, в принципе, очень нравится. В принципе, все нормально. Кто хочет покурить, пошли, вышли на улицу, покурили или сели на террасе, покурили, попили кофе, там, пиво или кто еще что пьет. Ладно, вот это вот один такой вот пункт, что очень сильно изменилось в Испании за эти 15 лет. Второй пункт, что очень сильно изменилось, что меня очень сильно поразило, это когда я в первый раз, вот мы только приехали, на следующий день мы спустились из отеля в кафетерию пообедать. И на полу лежал огромный слой бумажек, зубочисток, сигарет, все это перемешанное. Ну, такое впечатление, что там прошла Вторая мировая война. Это больше походило на мусорку, чем на бар. Ну, мы поразились. Ну, оказалось, это старая испанская традиция, что не поел, то бросил на пол. Чем больше мусора на полу, значит, бар более, скажем так, посещаемый. То есть, это, скажем, такого рода была вывеска, скажем, бара. Каждый день вот они убирают вечером, и вот с утра народ все бросает на пол. Сейчас, с принятием закона о курении, вот уже с 2007 года, как приняли закон о курении, о запрещении курения в общественных местах, ну, естественно, теперь бычки на пол не бросают, бумажки вроде как тоже не принято бросать. И появились такие пепельнички на столах, в которые бросаются бумажки, зубочистки, там, если кто, семечки ест. Ну, хотя некоторые все-таки еще продолжают бросать на пол, но это уже не в таких массовых количествах. Следующий пункт, скажем так, относится к закону о курении. Курить стало гораздо меньше людей. Многие побросали курить. И также молодежь, вот совсем молодые ребята, очень мало начинают курить. Это очень радует. Ну, с одной стороны, что, конечно, тяжело бросить, в особенности, если курить с очень большим стажем. С другой стороны, что ребята не так подвержены. Теперь, кстати, вот очень мало сейчас в последнее время в кино, вот именно в испанском, почти не увидишь курящих людей. И вообще, вот не принято сейчас по телевизору показывать именно процесс курения. В принципе, это очень хорошо. Из позитивного могу сказать одну вещь. Что с... Вот по сравнению, например, как я... Когда я приехала, это был 2001 год. По сравнению с 2001 годом, с одной стороны, не то чтобы упростили принятие документов, например, рассмотрение документов. Сейчас гораздо быстрее происходит этот процесс. Например, когда подаете на вид на жительство, рассматривается гораздо быстрее. Потому что первый раз, когда я подавала на вид на жительство, у меня документы рассматривали почти 6 месяцев. Потом отказали. Сейчас у меня у знакомых был опыт гораздо быстрее рассматривать. Ну, не факт, что, скажем так, дадут вид на жительство. Но гораздо проще, быстрее сама процедура. Упростилась очень сильно, например, сами вот любую бумажку, какую надо взять, там, в госинстанциях. Раньше надо было отстоять, прийти туда, занять очередь, отстоять эту очередь. А потом ждать, когда человек сходит, кофе еще попьет. Теперь, в принципе, эти люди, госслужащие, точно так же ходят на кофе, но упростилась сама процедура. Теперь каким образом делается? Звонишь по телефону, и тебе приходит дно. Никаких в тебе ожиданий, никаких, никакой беготни. Все просто. Вот это упростилось гораздо. Что еще изменилось? Изменился, я так думаю, что сам менталитет испансит. С одной стороны, в лучшую сторону, с другой стороны, не очень. Ну, если раньше, скажем так, в принципе, и сейчас тоже есть очень много людей, которые, в принципе, не меняются. Вот, например, эпопея с мусорными баками здесь такая. Тут в один прекрасный момент в Испании решили, что надо делать так, как в цивилизованных странах, скажем так, еврососедей, и поставить... Ну, если вот я, когда ехала в Испанию, мы остановились... Автобус остановился... Я ехала на автобусе. Автобус остановился во Франкфурте. И нам надо было выбросить... Ну, там, мы везли продукты на время в дороге. И надо было выбросить... Испортились некоторые продукты. Мы подходим к мусорным бакам, а там стоит, ну, наверное, чтобы не соврать, но баков 15. И вот все написано. Все они одинаковые. И на всех что-то написано. Ну, так как мы не знаем немецкого, естественно, определить, что в каком, это только открывая и смотря. Ну, вот мы посмотрели, 5 баков посмотрели, потом смотрим, уже автобус должен отходить. Бросили уже в первый попавшийся и в автобус. Ну, как... Пусть нас немцы простят. Ну, вот в Испании решили сделать примерно вот то же самое. По крайней мере, основные, так скажем, три материи разделить. Это стекло, это бумагу, пищевые отходы и непищевые отходы. А, получается, непищевые отходы от пищевых отходов бывает иногда очень тяжело разделить, скажем так. В особенности, если это идут упаковки, там, с остатком пищи, там, или еще. И вот, в основном, народ не заморачивается. Все собрали, в первый попавшийся кинули. Ну, бумагу там еще, стекло разносят. Кто хочет, кто не хочет, тот тоже, опять же. Все идет в один мусорный бак. Ну, я так думаю, что... Хотя есть уже люди, которые пытаются их разделить, эти три, скажем так, субстанты, четыре субстанции. Но у некоторых, получается, у других уже психуют после первого-второго дня. Все идет в один и тот же. Ну, потихонечку, потихонечку движемся к цивилизации. Следующий пункт, который мне вот хотелось бы отметить тоже, это, наверное, вот само... Испанцы вот сейчас немножечко поменялись в плане отношения к жизни. Сейчас люди стали более серьезно относиться к своей работе. более серьезно, более формально относиться стали. Почему? Так как сейчас грядет страшный кризис. Вернее, не грядет, он уже, как говорится, нагрянул. Причем уже давненько. Уже пора бы было выйти Испании из кризиса. Ну, мы только-только опустились на самое дно. Так вот, сейчас страшная безработица. По одним подсчетам, вот я смотрела тут видео, за 2014 год было 25-27%. Сейчас больше 30%. И то, вот сейчас последние данные, вот перед выборами, вот в декабре были выборы президента. Ну, так как в Испании его так и не выбрали, вот живем без президента. Ну, в принципе, народ особой разницы не заметил. Так что, значит, к чему я вела все это дело. Страшная безработица, и люди боятся потерять работу. А так как было очень много сокращений, вот в особенности, если это были фабрики, там вообще вот чуть ли не фабрики, целыми фабриками закрывались. И, естественно, очень много людей осталось без работы. Поэтому народ начал немножечко серьезнее относиться к своей работе. Это мне очень понравилось. Ну, по крайней мере, как госслужащие. Конечно, до немцев еще как пешком до Киева. Но, в принципе, по крайней мере, уже чувствуются значительные улучшения в этом плане. Вот сейчас кризис. Очень много моих знакомых без работы ищут работу на... Именно вот серьезно ищут, не просто вот как... Да, есть, конечно, такие люди, которые они стояли, субсидию получали как 15 лет назад, так и до сих пор ее получают. Ну, это надо уметь тоже. А вот именно серьезно люди работали, архитекторы. Даже вот очень-очень такие хорошие специальности, люди, скажем так, не бедствующие. И вот с кризисом остановилось строительство полностью, остановилось фактически все. Вот был момент, прошлый год это стояло все. И, естественно, люди начали искать работу за границей. Очень много у меня знакомых, вот соседей поуезжало кто куда. Кто в Сербии работает, кто... Ну, где контракт нашел, туда и едут. И вот так, жена с детьми здесь, муж там. Или наоборот, жена там работает, муж здесь с детьми сидит. Есть вообще здесь семья уехала. Он, по-моему, в Эмираты. Она в Катар. И, получается, у них так... Это ко мне рассказывала другая соседка, которая живет на одной лестничной площадке. Получается, она живет, по-моему, в... Я вот не помню страну, как называется, извините, конечно. Ну, там, получается, как они... Он с одной стороны границы, она с другой стороны границы. 20 километров между... Там, где он работает, и она работает. И вот он каждый день ездит домой к ней. Вот так вот устроились. И вот они с детьми, там трое детей, и они вот уехали. Там работают уже два года. Очень много вот поезжало в Англию. И вообще народ, кого очень сильно прижало, поразъезжались очень многие. Вот именно испанцы, которые здесь всю жизнь работали, всю жизнь жили. Вот такое вот изменение. И даже раньше, вот когда, скажем так, лет 10-12 назад, вот когда мы с ними только познакомились, у них даже вопрос не стоял, что куда-то ехать. Шикарная работа, у него 2 тысячи зарплата, у нее тысяча-полторы. Что куда-то ехать. Тут вдруг вдвоем без работы остаются. Ипотеку надо платить, детей надо кормить. Ну, и вот начали искать работу такую в других странах. Вот, в принципе, как я сюда приехала, так и они отсюда уехали. Сейчас, конечно, очень большое количество иностранцев. Вот очень просто, огромно по улицам идешь. Не иностранцы, иностранцы. Испанцев очень мало стало. Конечно, с кризисом многие разъехались. Но вот по сравнению, когда я приехала, было гораздо меньше иностранцев, чем испанцев. Сейчас наоборот. Вот, в принципе, вот такие вот небольшие изменения, которые произошли с Испанией за последние 15 лет. Если еще, конечно, что-то вспомнил, запишу еще одно видео. Спасибо вам большое за внимание. И надеюсь, что вам понравится. Кстати, вот хочу еще раз добавить, люди, что это в той зоне, в которой я живу. Я живу на северо-западе Испании. Это самая крайняя точка в Галиции. Поэтому вполне возможно, что на юге это совершенно по-другому. В Каталунии это совершенно по-другому. По Ильбаску совершенно по-другому. И в Мадриде совершенно по-другому. Я не претендую на истину в последней инстанции. Это вот мои наблюдения именно вот в этой зоне. Как все поменялось. Спасибо вам большое еще раз. И до скорых встреч. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова